Наружной рекламы в Самаре станет меньше и она подорожает. Областные власти рассчитывают на дополнительный доход в региональный бюджет. Начался прием заявок на аукцион, на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Как внешне изменится Самара в ближайшее время, расскажут эксперты. Количество рекламных перетягов и счетов уменьшится на четверть. Помимо экономического расчета, повысить спрос на рекламное место. У областных властей есть желание избежать информационной перегрузки мегаполиса с учетом архитектурного облика Самары и требований безопасности дорожного движения. В исторической части уже не осталось ни одной крупноформатной конструкции. Избавились и от афишных стендов. На смену им установят цифровую рекламу. Новый подход к регулированию рекламного рынка реализуется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он ориентирован на современные мировые стандарты. Изменились правила игры и для бизнесменов. С этого года они могут рассчитывать на аренду рекламной конструкции сроком до 10 лет, а не 5, как было раньше. Это должно повысить окупаемость, отметил Виктор Кудряшов, исполняющий обязанности председателя правительства Самарской области. По нашим оценкам, окупаемость вложений в установку рекламных конструкций с учетом тех сумм, которые будут заплачены на аукционе, составляет 5 лет. То есть при 10-летнем сроке эксплуатации, согласитесь, очень неплохая рентабельность получается. И этот рынок становится, этот вид бизнес становится очень привлекательным. В этом году на аукцион будут выставлены места под установку конструкции разного формата. Прием заявок начался сегодня. Торги пройдут 14 октября. В один крупный лот входит до 50 счетов. Есть и мини-предложения от 1 до 25 штук. Это сделали для того, чтобы в торгах смогли поучаствовать как можно больше предпринимателей. Нами интересуются крупные игроки, которые специализируются на рекламной деятельности из других регионов страны. Ну и, конечно, мы хотели бы, чтобы в этих процедурах приняли участие и местные предприниматели, потому что действительно на сегодняшний день им предложены уникальные условия, очень выгодные условия для этого перспективного растущего вида деятельности. Стартовые цены торгов на рекламные счеты будут на том же уровне, что и 5 лет назад. А значит, бизнесмены окажутся в прибыли в любом случае. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Сергей Кизоркин, Константин Головин.